Привет, это Darkriddle, и мы продолжаем прохождение этой замечательной игрухи. В прошлой серии мы достали всех соседей, и за это получили новый скин, который называется Пурпурный Мечтатель. Вот такой вот розенький сосед у нас теперь. Но мы продолжаем прохождение и еще пяти миссий, которые называются Корова Трактор и один большой Энд Лео. О, ничего себе, у Питера корова появилась, которую он каждый день теперь кормит. Забери вязанку сена где-то на высоте. Где ж на высоте? С неба вроде сена не валится. Где у нас тут на районе самые высокие точки? Разве что крыш соседа, но там точно сена нет. Пойдем, короче, сходим к Питеру и спросим у него еще разок, куда он сено закинул? И на кой черт он это вообще сделал? Ну вот я пока смотрю, смотрю, нигде нет сена, нигде вообще. Мэри, а что это у тебя тут за чемодан такой зеленый? О, это же сено. Прикинь, а говорили на самой высокой точке, оно вот внизу в ногах чуть ли у Мэри не лежит. Понятно. И что мне с этим сеном делать теперь? Наверное, пойти корову покормить, да? Питер опять на крышу забрался. Ну Питер, что с тобой происходит? Сходи к врачу. Ладно, коровушка, держи. Держи свое сено, кушай его. А я пойду еще сено у твоего нерадиохозяина заберу. В этот раз, я думаю, и без ящика обойдемся. Просто прыжок и хватит надо сделать. Давай, давай, давай. Прыжок и хватит. Не получилось. Еще? Да. Забери вязанку сено, которую спрятал мистер Брэнси. Сейчас коровочку покормлю. Все. Я знаю, где третий кусок сена и он подсвечивается. Зачем ему подсвечивать? Я и так знаю, что он у Брэнси, так мне еще и подсвечивают зеленым квадратом. Зачем это делать? Я же не такой дебил. Как будто не сориентируюсь в этом мире. Ну ладно, не важно. Я, в принципе, не против, чтобы мне подсвечивали так проще. Но, блин, зачем так облегчать игру? Я, конечно, не понимаю. О, попкорн для двоих. И портфель. Это кто это у тебя тут тусил, а? Еще, кстати, хотел тебе показать маньяка. Смотри. Смотри, какой маньяк у него тут на автомате. Вообще страшный чел. Так, Брэнси, я забираю у тебя, короче, сено. Осталось скормить корове одну вязанку сена. Пойдись, корми. Знаешь, это голос как будто в старинных фильмах. Пойдись, корми. Полисмен. А что будет, если я в него сено кину? О, каши мало ел. На самом деле, это к лучшему я. По краю лезвия хожу. Но я еще раз попробую. На тебе. Ой, ой, ой. Полисмен оглушил на 4 секунды. Надо, наверное, бежать, да? Ничего, я просто сено кинул. Ничего незаконного не делал. А ему пофиг, он дальше пошел. Ну и хорошо. Я помню, когда я тут с пестиком водяным бегал, так он на меня сагрился, а от сена ничего. Ладно, коровка, кушай. Вот тебе еще сено. Найди гравипушку. Где ж я ее найду, эту гравипушку-то? Вы что? Тут мир на поселение. Я единственный здесь маничел, который всех соседей достает. А, вот, кстати, вот это вот, наверное, пушка, да? Ну, четкий. Что мы с этой гравипушкой будем делать? Только не говорите, что мы будем похищать сейчас корову. Ой, йо. Гравипушку уронить какаху. Полисмен, держи. Держи. Не, не могу. Не могу никого запачкать. Сам запачкался, а других никого запачкать не могу. Что мы сейчас будем делать? О, положим прямо под дверь. О, май гад. Это жестокая подстава. Еще лицом упал. Да. Ай да я, ай да грозавчик. Он меня теперь ненавидит, сто процентов. Ничего себе, где ты трактор-то достал? Да такой еще и навороченный, крутой. Что ты на него будешь теперь с биноклей смотреть? А, он посадочную полосу себе замутил. А че ты ржешь? Угони трактор. О, вот это я понимаю. Вот это тема. Погнали. С легкостью. В какаху лицом упал, так еще и трактор лишится. Муха. Вот это я злый. Вот это я понимаю. Так, как в него залезть-то? Найди ключ зажигать. А, ну естественно. Просто так тебе ничего не дастся. Я тоже думал, сейчас сяду и поеду. Конечно. Разбежался. Ладно, пойдем искать ключи. Куда сосед мог спрятать ключи? Как думаешь? Но в ванной-то навряд ли. Навряд ли. Какой нормальный человек в здравом уме положит ключи в ванную? Правильно? Так, значит. В прихожке вполне могло бы быть. Но нет. Здесь пусто. Нет ничего в прихожке. Хм. Здесь же могут быть ключики. Ну давай в ванну забежим на всякий. Сосед же у нас отбытый, поэтому. Мог бы и положить сюда. Почему бы и нет? Стрелочка у нас не открывается. Ладно, в холодосе может быть. В холодос закинул. Ну бывает. Тормознуло что-то у него там в мозгу, и он закинул в холодос. Но нет. Нет, в холодильнике нет. Куда же? Куда же ты мог закинуть? Здесь у приставки нет с телеком. Тут. Это типа комод или знаешь это. Ну короче, пускай будет комод. Там тоже ничего нет. Хм. Ну я не знаю. Второй этаж проверим. А, пошли посмотрим его кабинет. Кабинет агента 007. В гостиной. Это можно назвать гостиной? Не знаю. Но тут тоже нет, короче. Нету здесь ключей. Ладно, пойдем в кабинет агента 007. Кабинет видеонаблюдения. Здесь тоже ни черта нет. Какие-то кактусы. НЛО и катана. И огромный компьютер. А ключей нет. Куда же ты мог их положить, засранец-то, а? Вот же за головоломку ты мне сделал. Ладно, на втором этаже сейчас пошаримся. Где же ключи? Это что за фигня болтается? Где же ключи от моего будущего трактора? Ммм. Интересно, зачем мне угонять трактор, если я не знаю, что с ним делать? В комнате соседской тоже нет. Это комната же соседа, правильно? Ну да. Значит, пойдем сюда еще. В спальню зайдем, соседа. Вот тут может быть. Могло бы, но нет. Котеечка, что с тобой стало? Тебя сосед что ли загипнотизировал? Ты постоянно на этой кровати лежишь. Тут тоже нет. А тут что? Тут вроде тоже нифига нет. Не видно. О, от ключи-то где? Нифига, зачем ты сюда закинул ключи? Ой-ой-ой-ой, выкинул зачем-то. Попробуй завести трактор. Ну, с ключом-то мы теперь всяко заведем. Ну, побежали скорее туда. Я прям хочу прокатиться на этой крутой машине. Заводим. Залазим. Ну, найди канистру с топливом. Да в смысле он только подъехал? С чего ли там нет бензина? Ну ладно, пойдем посмотрим, где у него бензин. Я думаю, что вон там. Это, знаешь, типа кладовка. Там дачные всякие принадлежности. И вполне может быть канистра с бензином. Нет, нету здесь ничего. Сосед не такой простой, как кажется. Ну, я не знаю. Пошли вот сюда еще. Сходим. Канистра с топливом обычно хранятся где-то на улице, но никак не дома. Хотя, смотря какой дом и смотря, что в голове у соседа. Аккуратненько поднимаемся. Главное, не шлепнется. Не очень люблю вот эту вот фигню. О! Я, кажется, краем глаза видел, что тут что-то есть. Ну да! Канистра! Пожалуйста, заправь трактор. Погнали заправляться. Интересно, мне дадут на нем покататься? Я бы хотел. Значит, заправляем. О! Поехали! Погнали! И что я буду делать с этим трактором? Деревья, что ли, ломать? А-а-а! Я по задочной ползу его переделал в смайлик. Но зачем? Сосед наблюдает, смотрит. И он в ярости. Он сбежен. И я опять сломал его коварный план. Все, походу, мне капсдаты. Посмотри. Он как взъерошился. Такой кабан идет ко мне. Сейчас наваляет люлей. В красных красочах. Опа-опа. Что произошло? Сейчас не я, а соседушка отхватит. Давай, сосед. Забрасывай лишний висок. Жирок. Вот это ему досталось. И мне все-таки дали покататься на тракторе. Догони соседа, чтобы выиграть. Блин, мы в прошлом видео такой ерундой занимались. Только ловили инопланетяшек. Ой, черт, коробку разбил. Ну ладно, попробуем его догнать. Да что ж такое-то. Я что, все коробки решил собрать? Я думаю, что сосед у нас не такой спортсмен. Так что в легкую догоним. Тем более у нас два колеса. Хотя видно, что два, но на самом деле четыре должно быть. А, да, четыре. Два маленьких спереди и два больших сзади. Все, значит догоним. Ой-ой-ой, запутался мальца. Меня штормит, а я там видел краем глаза соседа. Мы его почти уже догнали. Я еду, еду, еду. Раскатывать соседу. Сейчас догоним ему и все. Если честно, я не думал, что я такой маленький засранец. Вот серьезно. Не даю нормально жить соседям просто. А еще мне непонятно, за что я так хочу с ним расправиться коварно. Размолотить его в этом тракторе. Это же жуть просто. Честно, я сочувствую соседу, что ему достался такой маленький соседский ребенок. Ну, типа я. Во-во-во, вот он, вот он, вот он, соседушка. Ну не убегай. Сейчас, да что ж такое, ты еще коробку сбил бочиной. На дрифте зашел. Сосед, ну не убегай. А то тебе будет ж больнее. Сейчас достану тебя. Ускорение где-нибудь будет. Сейчас повернем и там должно быть ускорение, да? Нет, нет ускорения. Черт, коробки долбаные. Я замедлился, да как так? Это же невозможно. Еее, ускорение. И я влетел в коробку. Ладно, 30 яблок сейчас израсходуем. А я его догнал, догнал, догнал. Кстати, странно, что на видео он в обычном костюме, а не в пурпурном. Ема... А-а-а! Ну, слава богу. Я думал, там кровь сейчас брызгать будет. А тут, вон, всего-то. Всяна его укатал. Победа! Одна звездочка, правда. Ну и ладно, мне этого хватит. Че он делает? По телефону НЛО тарелку заказывать? О! Заказал. Он хочет авиаудар инопланетными тарелками по соседям сделать? Найди датчик у Бензи на доме. Хорошо. Сосед, ты че, офигел, что ли? О, блин, он меня поймал сразу же на улице просто. Я в печали просто. Ладно, значит, к соседу на улице лучше не подходить. Давай, сдричь не отсюда, пурпурное чудище. А мне нужен вот этот датчик. Че мне с ним делать? Взлом датчика через 3, 2, 1 секунду. И... Пошло время, я должен, видимо, взлом... А, жать на кнопку пресс. Почему не перевели эту кнопку? Я не знаю, как переводится пресс. Ну, типа нажать. Так, так, так. Цель успешно изменена. Короче, мы перенаправили датчик на соседа. И сосед меня запалил. Бежать, валить, делать тапки. Драпаем, драпаем. О, пурпурное чудище ко мне бежит, а я в домике. Фух. Че в сундуке? Нифига. Я ж тут не живу, по сути-то. Это обманочка для соседа. Пусть он думает, что я тут живу. Лови в черепуху-карабуху. Да, не докинул. Но было бы изящно, если бы получилось. Что ж, пойдем дальше. Найди датчик у Питера на доме. Блин. Короче, сосед решил реально всех соседей стрелить при помощи Эдлио. Привет, можно у тебя купить что-нибудь? Нет, САУ тут не торгуют. Не в этой игре. Не в этот раз, как говорится. Ладно, Питер, я тебя спасу от инопланетного набега. Перенаправим все на соседа. Заберем гравипушку. Зачем она тут лежит? Интересно, для чего. Значит, взлом датчика. Ну, теперь я знаю, что делать. Просто сейчас все перенаправлю опять на соседа. Так, так. Жмем быстрее двумя пальцами. И давай двумя теперь. Во-во-во-во-во. Вот это я понимаю. Вот это сгорость. Две секунды, еще надо продержаться. Еее. Цель успешно изменена. Это ты представляешь? Армия. Найди датчик у Мэри на доме. И за меня опять впалили. Батюшки, бежим, бежим. А у меня, кстати, пурпурная гравиловушка. Такая же пурпурная, как и сосед. Но это не влияет ни на что. А где у нас Мэри? Мэри. А, вот соседний дом. Точно. Я боюсь представить, что будет, когда мы перенаправим все эти датчики. Инопланетяне же сагрятся на одного соседа. И это будет хана. Эй, Мэри Поппинс, где у тебя датчик? А, вон он, сзади. Стрелочкой же показывай, типа, иди сюда. Ай, да я невнимательный, невнимательный. Ладно, взломаем датчик. Все. Я перемотал для тебя видос. Я уже взломал. Цель успешно взломана. Найди датчик у ЦАУ. Бежим. Скорее сосед за меня. Батюшки. Я гоню, гоню, гоню. ЦАУ, полисмен, защитите меня. От этого психа. Все, я так понял, что это последний датчик. И он тоже успешно взломан. И ЦАУ с полицаем защитили меня. Сосед за мной не побежал. Так, сосед наблюдает за соседями. Как бы это странно не звучало. Злой смех. Налетает инопланетной тарелки. Сосед говорит, иди, начинай валить других соседей. А тарелка такая говорит, не, нифига. У меня датчики не настроены. Они настроены на тебя. Я не забираю соседа. Все. В нашей жизни больше никогда не будет соседа. Его забрали инопланетяне. На исследование. Будут над ним опыты ставить. Ух. А, нет, я ошибся. Сосед тортик себе заказывает. И свечи. Да, сосед не так-то просто избавится. Даже при помощи НЛО. Приехал тортик. Сосед радостный. У него, видимо, сегодня день рождения. Да. Какой сладенький. Походу, у нас сегодня покушение на этот тортик. Найди первую петарду. Ого. Нифига себе, петарду. Ха. Эээ, догадываюсь, для чего она. Я расскажу, но сперва пойдем посмотрим на тортик. Тортич. О, какая прелесть, а. Короче, смотри. Видишь, у нас свечи. Три свечи стоит. Нам нужно найти все петарды. Ну да, я понял. Короче, тортик мы пока не можем свиснуть. Нам нужно эти петарды вставить вместо свечек. И когда их зажжет сосед, то ты представляешь, что произойдет. Там будет бомба лэла. Ну и мы сразу же с тобой бежим за первой петардой. Потому что я знаю, где она лежит. На самом деле, это не первая петарда. Это какая-то из трех. О, ой, застрял. Ну вот. Короче, я уже играл в эту миссию. Я здесь весь дом обшарил соседский. И три петарды находятся не в его доме, не на его территории, а вообще на всей карте. Так что будем сейчас искать. Вот первая петарда. Забираем ее. Вот такая вот красочная, классная. Ух, что будет, когда он ее зажжет. Теперь нам нужно спуститься и побегать по двору. Я еще вот по двору соседскому мало пробежался. О, вон он ходит. Возможно, где-то петарда здесь еще валяется. Она маленькая такая, видишь, как свечечка. Поэтому ее сложно заметить. Но в квартире точно ее нет. Я уже два раза по квартире бегал. Я все время потратил для того, чтобы найти эти петарды. Короче, это уже третья моя попытка. И сейчас мы ее найдем. Оставшиеся две, в смысле, петарды. Брэддис, у тебя тут нет петард, а? Ну, по-братски, по-стариковски, расскажи мне. Я не увидел. Может, у Цао в магазинчике она лежит? О, гляди-ка, действительно, Цао, ё-моё. Ну, ты хитрец. У мистера Брэнси все найдется. Да я только что там был. Ничего не нашел. Он где-то спрятал, значит, петарду. Куда ты ее заныкал? Колись давай, дедушка. Дедуля, колись. Куда ты кинул петарду? Ржет надо мной, смотри, со мной не захотел болтать. Просто посмеялся. Ну, видимо, где-то вот на видном, на видном месте. Поэтому и ржет. Может, здесь? А, ну, действительно, действительно, в тележку и закинул. Вот же старикана. Подмени свечку на петарду. Давай чеблёку, я знал, что так будет. Когда речь зашла о петардах и о свечках, я всё сразу сложил и у меня сошлось. Значит, меняем. Сейчас, сейчас, минуточку. Наблюдаю в бинокль. А где бинокль? В смысле? Какой бинокль? Тут камера нужна. Как я через бинокль? Бинокль должен быть в видном месте, чтобы я через окно видел торт. Где-то у меня, может, на территории? Дома? Да нет, нету. Единственное место, где был бинокль ранее, это на его смотровой площадке. На башне, вон там. Погляди, действительно, бинокль там появился. Но мы только что там были, там его не было. Да. Странные какие-то тут. Да, а чё я удивляюсь? Тут НЛО есть. Чё я удивляюсь, действительно. На самом деле, эта смотровая площадка мне вообще не очень нравится. Я постоянно тут спотыкаюсь, падаю с неё. И ещё вот эти вот круговые движения меня раздражают. Вот, бинокль, всё, осмотрим. Как я могу наблюдать за ним через бинокль, когда там стенка дома? Ну ладно. Ай, сейчас ещё начнётся. Ты видел его лицо, когда он поджигал свети? О-о-о, всё, мы испортили его днюху. Одна звезда. Да и ладно. О! Сундучок, Дальд, давай откроем, посмотрим, что там. Балерина! Сосед-балерина! Конечно же надеть! Теперь твой сосед выглядит по-другому, зацени. Сейчас пойду заценю. Соседушка, ну ты где, блиночка, ма? Ой, как это забавно смотрится вообще. Я не могу. Давай я кинем в него яблоко, что ли? Он ещё и танцует! Батюшки, какая прелесть! Да, в панталонах, да, и беда. Ебочка, ой-ёй-ёй, но он всё равно опасный. Ладно, яблоки потратим. Какая ляпота! Ну ты посмотри, ну когда ты такое увидишь ещё? Блин, снова поймал. Да. Ну вот, в принципе, и всё. На этой шикарной ноте мы закругляемся. Потому что мы прошли пять миссий. А следующие пять нам должны открыться в ближайшее время. Потому что их ещё разработчики не сделали. Но надеюсь, что они будут тоже весёлы и интересны. Ну а на этом всё. Не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё этого не делал. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры подогнал «Симон»